Я хочу задать вам очень простой вопрос, но мы никак не можем получить на него ответ. Как обрести счастье? Это очень простой вопрос, но сегодня никто не счастлив. Почему вы так говорите? Я выгляжу несчастным? Вы нет. Но столько людей вокруг несчастны. Или они не могут быть счастливы из-за других, или не могут быть счастливы, имея то, что у них уже есть. Они постоянно ищут новую цель, смысл жизни, что-то ещё. Это может быть материальное благополучие, может быть какой-то опыт, что угодно. Есть одна простая вещь. Любое состояние человека имеет химическую основу. То, что вы называете умиротворением — это один вид химии. То, что вы называете счастьем или радостью — это другой вид. Экстаз — свой вид химии, страдания — другой вид. Тревога — ещё один вид химии, стресс — ещё один вид химии. Все уровни приятного и неприятного имеют под собой химическую основу внутри вас. Другими словами, вот это является определённым химическим супом. Вопрос только в том, хороший вы суп или плохой. Если я дам ингредиенты для супа десяти разным людям, одинаковые ингредиенты. Эти десять человек не смогут приготовить один и трожий суп. Десять супов будут иметь десять разных вкусов, хотя ингредиенты в них будут одинаковыми. Точно так же, и мы созданы из одинаковых ингредиентов. Но посмотрите, какими разными мы себя сделали. Так что пора начать обращать внимание на приготовление супа, чтобы это был великолепный, а не ужасный суп. Если вы создадите внутри себя химию блаженства, такими вы и будете. Это то, чему мы учим людей. Мы не даём советы быть счастливыми или безмятежными. Мы учим, как создавать внутри себя такую химию, какую вы хотите. Если вы создаёте химию блаженства, стоит ли беспокоиться о том, чтобы быть счастливым? В любом случае, вы такими и будете. Садгуру, вы создали организацию, где люди занимаются волонтёрством, они счастливы, там позитивная атмосфера и культура. Как вам удалось создать такую организацию? Вокруг меня прекрасные люди. Куда бы я ни пошёл, в какой бы части мира я ни находился, не проходит ни одного дня, когда бы я не видел слёз радости и любви вокруг меня. Каждый день я вижу людей со слезами любви и радости на глазах. Я не думаю, что есть лучший способ жить в этом мире. И... Всем нам нужно стремиться создавать свой собственный круг радости и любви вокруг себя. Потому что... Если вы нерадостны по своей природе, если у вас постоянно присутствует страх перед страданиями... Если у вас присутствует страх перед страданиями, вы никогда не будете идти по жизни широкой поступью. Вы всегда будете идти полушагами. Большинство людей ограничили себя просто из-за страха перед страданиями. Что со мной будет? Вот извечный вопрос. Что бы ни случилось, я останусь именно таким. Только когда к вам придёт такая уверенность, вы захотите покорять вершины жизни и смотреть, что на них. При этом... Вы действительно захотите исследовать каждое измерение жизни, только если для вас не будет иметь значения, получится это у вас или нет. Итак, первое и самое главное, чтобы ваше внутреннее состояние не определялось тем, что вас окружает. Если вы провнесёте один этот аспект в свою жизнь, у вас не будет страха перед страданиями. Как только исчезнет страх перед страданиями, вы без колебаний будете исследовать эту жизнь вдоль и поперёк. Субтитры подогнали Симон.